Здравствуйте, мои дорогие, мои любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Я, гадалка Карина, как всегда с вами. Сегодня у нас будет очень необычный расклад, необычное гадание. Я почувствовала, что час назад что-то такое изменилось. И я понимаю, что у каждого человека в окружающем пространстве, в его каком-то поле, в поле других окружающих его людей тоже может раз и в какой-то момент что-то меняться. Они могут что-то такое почувствовать, как раз и слом пространства, или какие-то энергетические всплески. И я понимаю, с чем это связано. Это связано с тем, что в вашей жизни, когда вы смотрите это видео час назад, какой-то человек что-то решил. Возможно, это тот самый человек, самый главный человек. И поэтому мы должны на это погадать. Но я сделаю общий расклад, потому что это у каждого случилось, это что-то произошло. И мы должны в этом разобраться. Час назад он это решил. Этот человек, самый главный, что он решил. А может быть, он даже вам ещё не встретился в жизни, но уже час назад он принял определённое какое-то интересное решение. И это повлияет на всю вашу судьбу в будущем. И также в конце этого расклада мы обязательно всё это осветим в разрезе, так скажем, знаков зодиака. Знаков зодиака. Ну-ка, давайте посмотрим, какой знак зодиака у нас с вами. Самый счастливый сегодня. Давайте узнаем, кто самый счастливый сегодня. Самые счастливые близнецы. И поздравляю вас, близнецы. Когда вы смотрите это видео, в этот день вам невероятно повезёт. И даже ещё на следующий, особенно если уже поздно вечером или ночью смотрите. Хорошо, давайте приступим. Наша замечательная колода. Я её просто обожаю. Это одна из любимых колод Таро. Я её приобрела в свою коллекцию совсем недавно. И теперь она не хочет даже открываться. Это у нас с вами Таро близнецовых пламён. Помните, да, представление этой колоды? Обзорчик на канале Life. Вы посмотрите на эту шикарнейшую колоду. Она вся в сиренево-фиолетовых таких вот интересных всяких оттенках. И такая фиолетовая рубашка. Космическая, потрясающая, близнецовые пламена. Это всё, что нам нужно сегодня для нашего замечательного гадания. Хорошо, давайте теперь мы её с вами всю-всю-всю перемешаем быстренько. Вы почувствуете её биоритмы и почувствуете, что изменилось час назад во всём. Что он решил час назад. Мы сейчас всё это узнаем обязательно. Давайте сдвинем три раза. Давайте сдвинем три раза. И посмотрим, что же там на дне колоды. Такое интересное будет для вас как указание. Мистическое послание. Может быть, там какое-то признание. Мы сейчас всё это увидим. Итак, смотрите, какая потрясающая звёздная карта. Звёздная карта. Конечно же, конечно, эта карта показывает очень быстрое движение вперёд. Мы видим лодку, мы видим, что всё развивается, всё стремительно. У вас идёт путешествие, вояж, вояж, да, саквояж. И, конечно же, что-то такое, как знак от высших сил про какую-то дорогу. Может быть, этот человек придёт, приедет, да. Или вы куда-то с этим человеком связаны путешествия. Может быть, вы вместе отправляетесь в дорогу. Может быть, это морское путешествие. Может быть, это путешествие среди звёзд в вашем, так скажем, воображении, вашей энергетической связи. Хорошо. Давайте теперь мы с вами начнём наш расклад, кого же он касается. Давайте опишем личностей, персонажей, которых касается этот расклад. Сейчас мы всё здесь увидим. Итак, мы видим здесь двух персонажей, двух персонажей. И мы понимаем, что эти персонажи в каком-то смысле и похожи, но в каком-то смысле и у них есть разница. Смотрите, первый персонаж совершенно непредсказуемый — это шторм, да. Это настоящий цунами, это лавина, это невероятное что-то, да, вот прям невероятное. А второй персонаж обновлённый, прекрасный, такой, да, яркий, яркий. И оба переворачивают свою жизнь сейчас. Вот сегодня, когда вы смотрите это видео, здесь есть два человека, которые переворачивают свою жизнь совершенно точно в данный момент. Я здесь вижу, что решение было судьбоносным. Час назад решение было судьбоносным, но оно касалось не только этого человека. Оно касалось и вас, совершенно точно и вас. И я чувствую, что этот человек что-то решал час назад именно по поводу вас, потому что, да, у них есть общее, у них есть общее. Они отправляются в какое-то жизненное, невероятное приключение, которое невозможно уже остановить. Идёт шанс, шанс, самый настоящий шанс. Шанс на то, чтобы всё изменить в своём будущем и изменить всё с вами. А вы у нас уже в нуле, вы в нуле, понимаете? То есть почему этот человек что-то решил час назад по поводу вас? Потому что он видит ваш ноль, он видит то, что вы обновились, он видит то, что вы другой становитесь человек совершенно. Он видит ваши внутренние перемены, и он понимает, что идёт вот такое вот чувство, да, как острота какая-то пошла, острота. То есть есть священное, как посвящение, да, какое-то, священное знание, которое у вас вдруг светящимся таким пучком появилось, и он это увидел. Он это увидел, может быть, во сне, он это, может быть, как-то понял. И он решил принять переворотное, просто переворотное решение по поводу вас и ваших, возможно, отношений. Потому что здесь это прям чётко видно, любые взаимоотношения. Здесь всё идёт, вот прям переворот, просто переворот. Смотрим. Ничего себе, ничего себе. Вы не представляете, карты здесь просто, они нам шепчут, они нам шепчут, что вам нужно срочно поговорить. Этот человек принял решение с вами о чём-то поговорить, но при этом идёт разговор как бы о каком-то энергетическом негативе. Понимаете, он совершенно точно понял, что есть вы, что есть ваши перемены внутренние, что всё меняется куда-то, всё катится, всё идёт, и всё срочно нужно ещё больше изменить. И в то же время он увидел чью-то черноту. Он увидел чью-то негативную энергию, она с вами не связана, но эта энергия, она пошла на вас, представляете? Я знаю, что это враги. Я совершенно точно знаю, что это враги для отношений, потому что я здесь вижу энергетический негатив. Он написан на карте прямо, энергетический негатив, а это значит, что этот человек это понял. Он принял час назад это решение, потому что он понял про этот негатив. Есть какое-то зло, которое мешает всему, что есть между вами. Абсолютно всему. И естественно, он хочет с этим разобраться. Он хочет каких-то конкретик. Он хочет, чтобы сообщить вам, возможно, об этом, о том, что есть этот негатив, что что-то происходит, и что мы будем теперь делать. А что мы теперь будем делать? Он спрашивает вас, он спрашивает себя, он знает, что вам нужно что-то делать. И мы понимаем, что это уже развитие. Вот знаете, как будто бы открывается совершенно новый путь. Путь через лес, да? Я это называю путь через лес. И естественно, когда я вижу здесь эту такую вот карту леса, я знаю, что этот человек, он как будто бы открыл вот новую тропинку для ваших отношений, для всего. И я понимаю, что он видит, что он насквозь увидел чью-то черноту внутри в душе. Да, да. Это, к сожалению, женщина. Какая-то чёрная изнутри женщина. Он увидел, как она гневается, как она взрывается, как ей плохо её выворачивает всю. И он понял, что вы тут не при чём, что это дело в ней. Да, точно. Вот он, этот человек. Мы видим здесь этого человека, который полностью всё переворачивает в ваших жизнях своим решением. Решение о разговоре, может быть, в лесу даже, да, разговор. Новая тропа открылась, разговор о негативе женщины. И есть два противопоставления. Совершенно точно этот человек, мужчина и эта женщина, они друг другу противопоставлены сейчас энергетически. И во Вселенной, вообще вот как два объекта Вселенной, они враждующие объекты. Понимаете, о чём я, да? Это враждующие объекты. Они противопоставлены друг другу. И у них идёт какая связь? Какая связь идёт? У них идёт очень жёсткая связь, которая ещё через одну женщину происходит. Это связь, которая идёт ещё через какого-то человека. и их объединяет эта женщина между собой зачем-то. Это идёт именно так. И вы знаете, если бы не было этой связующей женщины, через неё вот так идёт энергосвязь между этими враждующими людьми, возможно, не было бы проблем. Вот, ну, как говорится, есть уже человек и есть проблема. Вот так. Так. Ого! Ничего себе! Вы знаете, как дальше всё пойдёт? Это просто бомба! Я здесь вижу просто бомбу, потому что поднимается энергия кундалини. Вот в первую очередь здесь идёт подъём энергии по позвоночному столбу. Почему пошла энергия? Потому что заметили негатив, который блокировал эту энергию. И, естественно, у человека начинается к вам вот прям подъём жизненной энергии как возбуждение, влечение, ну, может быть, просто пламя, да? Вот как будто бы очень сильный поток энергии, даже если это, пусть даже не с отношениями, да, сильный поток энергии вверх по позвоночному столбу пробил все блоки, потому что человек узнал, и он схватился за голову. Вы посмотрите, он схватился за голову, и он всё понял, да? Он понял, что у него не было средств в последнее время, у него были дикие проблемы из-за этого негатива и с деньгами, и всем из-за этих двух женщин. Ни одна женщина замешана, они друг другу враги. Но эта женщина тоже причастна, тоже виновата, и без этой женщины бы никак, и даже эта вражда бы не существовала, понимаете? Он схватился, у него проблемы, очень большие проблемы. Почему он принял час назад это решение? Почему? Он всё понял, понимаете? Он это понял, что ему ставили палки в колёса, он сам не причастен к тому, что у него такие ужасные проблемы, понимаете? И естественно, он обрадовался, да? Он обрадовался, он понимает, что ему нужно теперь, у него хорошие идеи, что нужно вперёд идти, что нужно себя защищать, и защищать вас, защищать вас. Мне нужно посмотреть, как вы друг другу, да? Конечно, конечно, здесь я вижу, что вам очень тяжело и плохо. В каком-то смысле вы чувствуете тяжесть на себе, вы чувствуете, как будто бы должен пойти просвет, только должен пойти просвет, но ещё не пошёл. И я понимаю, что этот человек большими сейчас надеждами, да? Он думает, все мои желания исполнятся, что всё будет очень хорошо, что вы примите по поводу него решение, так скажем, что весы качнутся в его сторону, и всё будет отлично, что его рассудите вы правильно. Вы же со своей стороны испытываете на душе, как комок какой-то, да? Вот как будто бы в груди собрался комок. Вы хотите, чтобы наконец пошёл из груди, как вот вырвалось и просвет, да? Вы хотите сбросить этот комок, эту тяжесть невероятную. Но он такой человек, вот я знаете, что поняла здесь, да? Я знаете, что поняла? Что он сам по себе человек, имеющий к вам очень невероятное притяжение, любовь и духовное чувство любви. То есть неважно, какие отношения, ещё раз говорю, духовное чувство любви, духовное. Он понимает, что вы сейчас с ним должны быть, решать всё настоящим, но ради будущего. Он сам по себе светлый человек, я бы сказала. Но, конечно, вы его пока не рассматриваете как кого-то светлого, потому что он затемнён негативной энергией, этот человек. Но на самом деле он в принципе светлый человек. И он может быть очень добрым в каких-то ситуациях. У него это проявляется, у него это вырывается, эта доброта. Но, конечно, всё было прикрыто, может быть, даже многолетним или многоразовым ударами негатива. И если бы он не принял это решение, неизвестно, что бы с ним было вообще. Скорее всего, полностью бы перекрылись финансы, и скорее бы полностью перекрылась и личная жизнь, и даже здоровье. Даже здоровье. Вот я это подозревала. Конечно, подозревала. Вообще, сам по себе этот человек очень хороший. Вы знаете, у него светлая душа, как пёрышко, лёгкое, как пёрышко, которая пришла сюда. Он испытывает добрые чувства к людям, может быть, он на них надеется. Внутри где-то у него, как говорится, теплится надежда, что все люди хорошие, все люди хорошие. У вас тоже. У вас тоже. Вы в чём-то, я говорю, как бы в чём-то вы очень похожи, но в чём-то у вас есть и противоположные черты. И действительно, так и есть. Вы представлены, представляете, единицами. Вы представлены единицами. Он лёгкий, как пёрышко. Он внутри светлый, светлый. Вы яркий человек. Вы страстный, прекрасный, интересный человек, креативный лидер. И, естественно, он это понимает, что вы единички, вы похожи. Но и есть разница между вами. Например, в стихиях, в стихиях разница. Но он уважает. Вы знаете, он мог проявлять, конечно, что-то нехорошее, но он уважает. И он любит. Любит, как духовная любовь. Как вот, знаете, есть такая любовь в душ. Вот она какая-то незаметная. Она какая-то вот… Не всегда бывает любовь в душ сразу заметная. Она неуловимая. Вот это как электроток такой небольшой в воздухе. Вот этого человека к вам такой электроток в воздухе, да. Ох, 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 как интересно, как интересно. У этого человека в вашем обществе больше становится, больше мужской силы, да. Я считаю, что идёт как момент расцвета. И давайте, вот смотрите, оно куда идёт, да, в расцвет же, да, идёт в расцвет. Но через понимание, какие испытания пришлось пройти, как всё перекрыто. Близнецовые пламена, близнецовые пламена, вы посмотрите, карты показывают, что вы поймёте, вы, нет, это даже как души, которые сплелись, это как, знаете, души, вышедшие из одного энергоисточника. И вы это почувствуете в очень скором времени, вы почувствуете, что вы вышли из одного энергоисточника. Ваши руки сомкнутся, вы поговорите, вы встретитесь, вы как будто бы душу вывернете друг перед другом. Вот прям идёт такое, знаете, такой вух, знаете, вот такой энерговсплеск, такой бам, и потом облегчение, такое всё. Вот как вы ждёте этого прорыва, понимаете, вы подсознательно с этим человеком вы ждёте этого прорыва, ну когда, наконец, прорвёт, вот как будто бы, да, как будто бы раз, и когда вот этот энерго, как вот пробка вышибла из бутылки пробку, да, вот вы этого ждёте, вот подсознательно вы этого ждёте, и потом такая рай. Вот вы знаете, прям тишина, руки сомкнулись, энергопоток пошёл, любовь пошла, да, такая как связь, связь пошла, душ, И тут карты, показывающие именно любовь и близнецовые пламена. Именно привязанность у них, какая привязанность у этих душ. Она у них телесная, физическая, есть духовная, душевная, лёгкая, приятная привязанность. Как будто бы один у этих душ первоисточник. Понимаете, всё-таки есть именно родные души, родственные души, которые должны проходить что-то вместе, должны проходить вместе. Ну что я здесь вижу? Конечно, наконец-то открывается дорога. Мы здесь видим, как, видите, вот этот путь, вы в него смотрите, в этот новый путь. Этот путь ещё сейчас не начался, он начнётся. Как этот человек, он интуитивно принял решение, и он начнётся, этот путь. И вы смотрите в эту, так скажем, замочную скважину, вставляем ключ, открываем дверь. Нам нужна что? Сосредоточенность. Нам нужна концентрация. Нам нужна медитация, чтобы быть спокойными, когда мы входим в этот новый путь с этим человеком в новую дверь. Естественно, будет открыта дорога. Это дорога любви. Дорога любви. Знаете, что такое дорога любви? Это когда ты не видишь больше с человеком разногласий, препятствий, вражды, недомолвок, недочётов. Вы открыты. Вот две открытые книги друг перед другом, понимаете? Именно две открытые книги. Видите, наконец-то верёвка рвётся. Нет больше каких-то ограничений друг с другом. Нету. Есть союз. Союз любви. И вот снова наше путешествие. То есть мы видим, что у вас будет вот это объединение, союз, да, любовь, невероятная любовь и путешествие. Это прекрасно, я считаю. Это вообще очень-очень круто. Сам человек по себе, вот о котором мы здесь говорим, мне он понравился. Мне не понравились люди, которые вредят. Мне не понравились эти люди, но его решение. Он это решил час назад. Мне это очень понравилось. Это так трогательно. Это так светло. Я это чувствую, вот именно как свет. Как будто бы из человека пошёл свет, поднялась энергия кундалини. Это прочистка. Вот вы знаете, позвоночный канал, он может от негатива очень сильно засоряться, и энергия вверх вообще не идёт. Если идёт прочистка, естественно, колоссальный выброс энергии вверх, сразу же налаживается связь с Богом, с космосом, со Вселенной. И человек действительно принимает верное решение. А верное решение здесь — это выйти на диалог друг с другом, это быть откровенными друг с другом, это общаться открыто, это говорить то, что ты думаешь, чувствуешь. И, естественно, понять, что есть враги, ну вот как, ну не враги даже, да, а те, кто недоволен и неволей-неволей вредит, мешает им, как говорится, с негативом. Но этот человек, люди, вернее, кто с негативом, они тоже несчастные люди. А вам, честно говорю, абсолютно несчастные люди. И, ну, как ты будешь разговаривать с несчастным человеком? Ты же ему всё равно ничего не объяснишь. Давайте посмотрим, как это всё влияет на наши знаки зодиака. Он решил час назад, он решил, и как это повлияет на знаки зодиака вообще, в принципе, да, решение кого-то. Вот кто здесь у нас, вот для овнов, да, вы чувствуете, кто это для вас, и что он решил, и как это на вас влияет, вот то, что этот человек час назад решил. И это невероятный будет сюрприз. Вообще идёт как будто бы подарок, да, подарок. Это влияет на вас, дорогие овны, подарком, сюрпризом, приятным сюрпризом в жизни, настоящим знаком внимания. И, соответственно, этот человек принял час назад это решение, да, а дальше у вас идёт вот именно вот как будто бы для вас что-то потрясающее, вот всё-таки что-то как обновление какое-то в жизни такое, новости идут от этого человека, да, разговоры, опять же, сообщения. Вот видите, овны, какая красивая карта. Мы видим коробку, мы видим подарок, мы видим гору сердечек и птичку, ласточку, да, это вестник весны. Я считаю, что для вас вот то, что человек час назад решил, наиболее хорошей стороной оборачивается. То есть это настоящий прорыв, просто настоящий прорыв. Идём дальше. Значит, следующие тельцы. Как на вас это влияет, то, что он решил час назад? Давайте посмотрим. Человек решил. Человек решил час назад, тот главный человек, он что-то решил. Он принял это решение. И давайте посмотрим. Тут, естественно, мы видим, у человека посерьёзнее, очень сильно, да, серьёзность идёт. И, конечно, этот человек решил принять ответственность на вас. Это влияет колоссально, когда один человек в вашу сторону, да, принимает, естественно, всю ответственность. И вы можете положиться уже на этого человека, положиться. Этот человек принял решение о воссоединении с вами. И вы, естественно, тельцы, на вас это колоссально хорошо влияет, потому что вы воссоединяете, и ваши души воссоединяются в любом случае. Это вообще, я считаю, это идеально. Дорогие тельцы, то, что этот человек час назад решил, повлияет на вас в самую-самую лучшую сторону. И, соответственно, вы будете, ну, просто очень счастливы в скором времени. Ну, посмотрите уже на эту карту. Она даже потрясающая. Так, смотрим дальше. Близнецы. Час назад он это решил, тот самый главный человек. И как это решение повлияет на близнецов. Уже в разрезе знаков, да, идём. Как повлияет это на близнецов. Ух ты, ух ты, ух ты. Какая прекрасная карта, да, сердце, любовь. Любовь. Это же вообще просто. Вот посмотрите, близнецы, вы скоро будете купаться в любви. Вы видите это сердце? Оно просто, оно огромное. Оно огромное. Это, знаете, вот как будто бы любовь наполняет всё ваше личное, жизненное, там, не знаю, даже жилищное пространство. И, естественно, решение этого человека, оно, как ни крути, даже может сначала показаться каким-то не тем, да, как будто бы. Но это страстная любовь, которая взорвётся в итоге по этой ситуации. То есть вот как будто бы раз и всё сметается этой любовью на своём пути. Все проблемы, все трудности, дорогие близнецы. И вот так это на вас влияет. Это вообще очень круто, очень круто. Так, теперь раки. Он это решил час назад. Как это на вас влияет, да, смотрим. Как это повлияет на раков, теперь смотрим, да. И у нас тут просто фантастика. Вы возрождаетесь, возрождается ваша любовь, возрождается божественная в вашей жизни, дорогие раки. Этот человек, какое бы он решение ни принял, это решение идёт вам полностью на пользу, как вам. Так, ваше может быть с отношением, даже если вы просто незнакомы, энергетически связаны, связь невероятная. Этот человек мог принять судьбоносное решение, и вы сталкиваетесь. Вот знаете, в жизни просто сталкиваетесь, и идёт божественная миссия вот в ваших отношениях, связи, любви. Но я чувствую так-то, чувствую, да, что вы знаете, о ком я говорю, что эти сердца уже бьются, на самом деле, скорее всего, в унисон. И вы энергетически этого человека ощущаете прямо изнутри, кожей. Вы знаете, вы знаете, что эти сердца должны биться, и это именно божественный план. Дорогие раки, у вас сейчас начинается этап божественной миссии с кем-то, и вы должны её выполнить. Не забывайте об этом, не забывайте. Львы, 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 львы. И давайте посмотрим, наконец-то, да, и про вас, как вообще на вас это всё влияет, то, что он решил час назад. Энергия Кундалини. Помните, я говорила в раскладе про энергию Кундалини? Это было, оказывается, про львов больше всего, да. Пробивается позвоночный канал. Энергия взрывом идёт вверх. Ощущения могут быть абсолютно разные, причём, скорее всего, у вас обоих. И, соответственно, идёт прорыв, прорыв этой взаимосвязи, прорыв жизни, прорыв по всем чакрам, да. Но в положительном смысле, то есть прорвались все блоки этих чакр, и, наконец-то, все системы, все сферы жизни, они будут меняться в лучшую сторону, да. Они будут сейчас улучшаться и деньги, и здоровье, и любовь. Всё благодаря этой связи будет улучшаться, потому что идёт вверх поток энергии Кундалини, дорогие львы. Вот такое влияние на вас этой ситуации, того, что человек это решил. Дальше Девы. Давайте смотреть, дорогие Девы. Вот он решил это час назад. Что он решил? Как это повлияло на вас, да? Идёт эфир, да, эфир. То есть мы понимаем, что как будто бы это на тонком плане. На Дев больше всего на тонком плане сначала влияет, и идёт такое ощущение заботы. Заботы этого мира, такое расслабление, нега. Знаете, вот чувство, что вы долгое время были в неком напряжении, но вам нужно взять и вспомнить что-то, что у вас было аж в прошлой жизни. Вот эфирное тело, дорогие Девы, эфирное тело больше всего меняется от того, что он решил, вот у вас, да, у вас идёт воздействие на это тело. И смотрите, вы как будто бы регрессируете в прошлой жизни, вы понимаете, что там было, какая у вас была взаимосвязь с этим человеком. Всё вспоминаете, знаете, какой опыт нужно пережить, какой опыт нужно сейчас усвоить, и расслабляйтесь. Расслабляйтесь, как будто бы Вселенная, этот человек, и вся эта ситуация позаботилась о вас. То есть каждую минуту Бог заботится о нас, но мы этого умом не всегда понимаем. А вы поймёте, дорогие Девы, вы поймёте, что всё, что случилось, всё, что было, и все эти решения — это забота о вас. Забота о вас. Так, ой, весы. Ой, ничего себе, я раздухарилась. Весы. Давайте посмотрим. Вот он решил час назад, да? Как это на вас влияет, это решение, на весов? Смотрите. Вот. Помните, я говорила, да? Вы видите, наконец-то, открытый путь в замочную скважину. Вам, вот у вас как будто бы был путь раньше закрыт, вы были в пассивном состоянии по поводу этой связи, этих отношений, этой энергетической взаимосвязи. Вы как будто бы её, даже саму эту связь, не совсем видели, так как это нужно было видеть. Вы её не так чувствовали, как нужно было чувствовать эту связь. И, естественно, сейчас всё меняется. Вы, наконец-то, заглянете в замочную скважину, увидите скрытое положение вещей. То, что тайное было, станет явным. То, что скрыто было от ваших глаз, наконец, появится просто от того, что этот человек это решил. Либо этот сам человек был скрыт от вас, и вы увидите его, он появится, объявится. И появится, может быть, на вашем пути. Открывается совершенно другая перспектива, дорогие весы, благодаря тому, что он решил час назад. Скорпионы. Скорпионы. Как его решение? То, что он решил час назад, влияет на вас. Давайте смотреть. И тут у нас, значит, путешествие. Вы смотрите, третий раз выпала эта карта, и она каждый раз выпадала для скорпионов. Эта карта путешествия — это карта, показывающая совершенно точно, что идёт прорыв, идёт новая дорога, идёт открытие и совместное. Скорее всего, он решил, и это решение повлияет на ваше совместное путешествие, на его дорогу к вам или вашу совместную дорогу. Открывается путь именно в физическом смысле, скорее всего, путь. Либо это путь душ, когда энергетически люди путешествуют вместе. Естественно, скорпионы интуитивно самые более развитые, и вы уже это чувствуете. Мне кажется, вот этот слом пространства на момент просмотра, слом пространства час назад вы сразу почувствовали, вы сразу поняли, что что-то происходит. Понимаете? И вот оно происходит, да, действительно, путешествие. Хорошо, лодочка поплыла, да, у вас скорпионы поплыла, а мы идём к стрельцам. Как повлияет его решение на вас, дорогие стрельцы? Как повлияет решение? Да, да, мы видели эту карту в раскладе. Верёвка, наконец-то, оборвётся, дорогие стрельцы. И, наконец-то, будет вот это долгожданное состояние свобода. Долгожданное состояние, что вас никакими ни узлами, ни верёвками не связывают, что вы ни в оковах, что вы ни завязаны, ни привязаны, да. Ощущение, что вы, наконец-то, пьюх, освободились. И вы, наконец-то, по-другому себя будете совершенно ощущать, дорогие стрельцы, абсолютно. Вот как будто бы раз, и вот щелчок такой, понимаете? Щелчок. И вот его решение снимает все ограничения. Раньше вы оба были ограниченные. Раньше вы оба были какие-то несвободные. Раньше вы не могли делать то, что вы хотите оба, а теперь будете. Понимаете? Вот как это влияет на вас. Понимаете, как интересно, дорогие стрельцы? Поэтому ждите, ждите этого прорыва и обрыва вот этой верёвки. И у вас всё будет очень-очень хорошо. Хорошо, следующий знак зодиака — это козирог. Как? Вот он час назад принял решение, как это повлияет на вас, дорогие козироги. Давайте посмотрим, как это решение повлияет на вас. И у нас тут, боже, эта карта, она показывает, что вы научитесь, вот как будто бы какому-нибудь исцелению, терпению, да. И вы поймёте, что в этом мире ничего нельзя торопить. И вы увидите, насколько мир сам действует в вашу сторону и исцеляет вас и говорит вам. Вот прям как будто бы вы почувствовали через эту связь, почувствуете через его решение, как мир вам говорит, что такое настоящее терпение и исцеление, что такое настоящее благословение от высших сил, когда ты не решаешь, а решают высшие силы. Что это означает? То есть, когда не твоя ответственность, не твой груз, не на тебе лежит, дорогие козироги, не на тебе это лежит. Это лежит на плечах Бога. Это лежит на плечах Вселенной, на плечах твоего Ангела-Хранителя, не на твоих. Вы привыкли всё на себе таскать. Вы привыкли слишком много на себя брать. Вы привыкли мучиться, мне кажется, даже привыкли таскать на себе связь. Может быть, человека, но на самом деле его решение и нужно было всего лишь терпение. Вы это поймёте, что терпение решает очень многое в жизни. И оно исцеляет, естественно, это исцеление, это карта настоящего исцеления. Хорошо, а мы идём к Водолеям. Водолеи, как его решение, которое он принял час назад, повлияет на вас? Давайте смотреть срочно. Как это повлияет на вас, дорогие Водолеи, как знак зодиака? Смотрите, здесь совершенно точно идёт укрепление. Я это вижу как укрепление связи. Я вижу это как восстановление, возрождение, радуга. Я понимаю, насколько это важно для вас, дорогие Водолеи. Возможно, раньше эта связь травмировала вас. Возможно, разрывала изнутри. Возможно, очень много влияло даже на сердце, на сердечную чакру. Были какие-то блокировки. И от того негатива, который я описывала в раскладе, но сейчас будет укрепление. То есть те половинки, так скажем, сердца, которые были разорваны, они склеятся вновь. Идёт обратный отсчёт. И смотрите, дорогие Водолеи, у вас идёт радуга. А радуга — это после дождя. Это возрождение, восстановление, восстановление сердца, исцеление сердца. Поэтому повлияет решение этого человека на вас, именно как целительная сила после сильнейшей травмы. Рыбы. Как на вас повлияет его решение, принятое час назад? Давайте смотреть. Давайте посмотрим, что у вас тут. Ух ты! Ух ты, дорогие рыбы! Этот человек сделал выбор в сторону вас. Выбор окончательный, бесповоротный. И, конечно, его решение влияет на вас в том плане, что «наконец-то». Вот знаете, вот такое чувство «наконец-то». Наконец-то выбрали окончательно меня, наши отношения, наше взаимодействие, взаимосвязь. Меня поставили в приоритет. Вы будете очень счастливы. И, дорогие рыбы, я вам так ещё хочу сказать, что эта карта совершенно точно объединяет. Эта карта совершенно точно говорит о том, что вы даже на энергетическом, на физическом, на ДНК уровне, связанном с этим человеком, и это чувствуется. Он это чувствует, он это знает. Он не готов никогда в жизни эту взаимосвязь разорвать. Это вообще невозможно разорвать. И он сделал выбор. Вот понимаете, когда человек определился, когда он сделал выбор, а он час назад совершенно точно это решил и понял, и всех раскусил. И я понимаю, что для вас это будет невероятное облегчение и победа. Вот я считаю, что это будет победа. Ну вот такой у нас сегодня вышел расклад. Я очень прошу вас про свой креативный, новый, интересный расклад написать своё мнение. И кому как чувство. Вы почувствовали, что час назад что-то сдвинулось, что произошли резкие перемены, что пространство изломилось? Напишите своё мнение.